Сегодняшняя тема В ходе диспансеризации, которая полноценно началась в Петербурге в июле этого года, перед началом обследования врач проводит опрос пациента для предварительного выявления факторов риска. Анкета для проведения опроса содержит вопросы общего характера, позволяющие выяснить, есть ли у пациента хронические неинфекционные заболевания, от которых чаще всего умирают россини, рак, инсульт, инфаркт, или риск их развития. Так, в анкете предлагается ответить на вопросы о заболеваниях сердца, сосудов, о привычках, например, чрезмерно солить еду, о физической активности, о наследственных заболеваниях и многом другом. Как и где пройти диспансеризацию в Петербурге, читайте здесь, заранее заполненную анкету можно распечатать и взять с собой в поликлинику, анкету для заполнения можно скачать ниже по ссылке. Скачать анкету можно здесь. Форма 1. Дата обследования. День. Месяц. Год. Нижнее подчеркивание. 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 Нижнее подч Нижняя подчеркивание 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 нижняя подчеркив День, месяц, год. Нижняя подчеркивание, нижняя подчеркивание. Нижняя подчеркивание поликлиника номер. Врач-терапевт участковый, врач общей практики, семейный врач, фельдшер нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание нижнее подчеркивание Нет до 2, говорил ли вам врач когда-либо, что у вас имеется ишемическая болезнь сердца, стенокардия Нет до 3, говорил ли вам врач когда-либо, что у вас имеется ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда Нет до 4, говорил ли вам врач когда-либо, что у вас имеется церебровоскулерное заболевание, вт.ч. Перенесенный инсульт. Нет, да, если да, то какое нижнее подчеркивание? Нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание. Говорил ли вам врач когда-либо, что у вас имеется туберкулез легких? Нет, да, 10. Был ли инфаркт миокарда у ваших близких родственников, матери или родных сестер в возрасте до 65 лет или у отца, родных братьев в возрасте до 55 лет? Нет, да не знаю. 11. Был ли инсульт у ваших близких родственников, матери или родных сестер в возрасте до 65 лет или у отца, родных братьев в возрасте до 55 лет? Нет, да не знаю. 12. Были ли у ваших близких родственников в молодом или среднем возрасте или в нескольких поколениях злокачественные новообразования, рак желудка, кишечника, семейные полипозы? Нет, да не знаю. 13. Возникает ли у вас, когда вы поднимаетесь по лестнице, идете в гору либо спешите или выходите из теплого помещения на холодный воздух, боль, ощущение давления, сжение или тяжести за грудиной или в левой половине грудной клетки с распространением в левую руку или без него? Нет, да. 14. Если вы останавливаетесь, исчезает ли это боль или эти ощущения в течение примерно 10 минут? Нет, да. Я принимаю нитроглицерин. 15. Возникала ли у вас когда-либо внезапная кратковременная слабость или неловкость при движении в одной руке или ноге либо руке и ноге одновременно? Нет, да. 16. Возникала ли у вас когда-либо внезапная без понятных причин кратковременная онемение в одной руке, ноге или половине лица? Нет, да. 17. Возникала ли у вас когда-либо внезапно кратковременная потеря зрения на один глаз? Нет, да. 18. Возникало ли у вас когда-либо внезапно резкое головокружение или неустойчивость при ходьбе, в связи с чем вы не могли идти, были вынуждены лечь, обратиться за посторонней помощью, вызвать скорую медицинскую помощь. Нет до 19. Бывают ли у вас ежегодно периоды ежедневного кашля с отделением мокроты на протяжении примерно третьих месяцев в году. Нет до 20. Бывало ли у вас когда-либо кровохарканье? Нет до 21. Беспокоят ли вас следующие жалобы в любых сочетаниях боли в области верхней части живота, в области желудка, отрыжка, тошнота, рвота, ухудшение или отсутствие аппетита. Нет до 22. Похудели ли вы за последнее время без видимых причин, то есть. Без соблюдения диеты или увеличения физической активности и ПР. Нет до 23. Бывает ли у вас боль в области заднепроходного отверстия? Нет до 24. Бывают ли у вас кровяные выделения скалом? Нет до 25. Бывает ли у вас неоформленный, полужидкий, черный или диктеобразный стул? Нет до 26. Курите ли вы? Курение одно и более сигарет в день, не докурил в прошлом 27. Вам никогда не казалось, что следует уменьшить употребление алкоголя? Нет до 28. Испытываете ли вы раздражение из-за вопросов об употреблении алкоголя? Нет до 29. Испытываете ли вы чувство вины за то, как вы пьете, употребляете алкоголь? Нет до 30. Похмеляетесь ли вы по утрам? Нет до 31. Сколько минут в день вы тратите на ходьбу в умеренном или быстром темпе, включая дорогу до места работы и обратно? До 30 минут 30 минут и более 32. Употребляете ли вы ежедневно около 400 граммов, или 4-5 порций, фруктов и овощей, не считая картофеля? Нет до 33. Обращаете ли вы внимание на содержание жира и или холестерина в продуктах при покупке, на этикетках, упаковках, или при приготовлении пищи? Нет до 34. Имеете ли вы привычку подсаливать приготовленную пищу, не пробуя ее? Нет до 35. Потребляете ли вы 6 и более кусков, чайных ложек, сахара, варенья, меда или других сладостей в день? Нет до 36. Выпиваете ли вы или употребляете наркотики для того, чтобы расслабиться, почувствовать себя лучше или вписаться в компанию? Нет до 37. Вы когда-нибудь выпивали или употребляли наркотики, находясь в одиночестве? Нет до 38. Употребляете ли вы или кто-нибудь из ваших близких друзей алкоголь или наркотики? Нет до 39. Имеет ли кто-нибудь из ваших близких родственников проблемы, связанные с употреблением наркотиков? Нет до 40. Случались ли у вас неприятности из-за употребления алкоголя или наркотиков? Нет до 41. Испытываете ли вы затруднения при мочеиспускании? Нет до 42. Сохраняется ли у вас желание помочиться после мочеиспускания? Нет до 43. Просыпаетесь ли вы ночью, чтобы помочиться? Нет до если, да, то сколько раз за ночь вы встаете, чтобы помочиться? Один раз, два раза, три раза, четыре раза, пять и более. Что делать, если вы не можете пройти диспансеризацию по возрасту? Читайте здесь. Продолжение следует...